Всем привет, с вами как всегда Андрей Броскей и мы продолжаем играть в Darksiders 2 Deathmitive Edition на PS4 И это у нас второе DLC, Кузница в бездне В прошлый раз поломалась каким-то образом игра, не знаю, то ли я её сломал В общем, шар вот этот, он уже на месте находится И когда он сюда упал, вот эта дверь открылась, соответственно Не знал я там, что делать наверху И подглядел видео на ютубе у другого там человека, который проходил Что он сделал, смотрите, я когда попал в ту дверь Вот, здесь я использовал Упс, спокойно Раздел Раздел Духа Сейчас, сейчас, одну секунду Я просто, опять несколько дней уже прошло С момента, как последний раз я играл Значит, я использовал разделитель духа, залез на эту кнопку Ну, на этот рычаг Сменить обличие Так, да ну не слезть же с рычага, что ты творишь Не удерживайте, сменить обличие Вот, забежал, получается, через открывшуюся решётку Я специально повторю эти действия Возможно, кто-то тоже столкнулся с проблемой при прохождении Но, но, какой момент Если вы столкнулись с проблемой при прохождении То, когда вы последний сейф-файл загружаете Вы просто оказываетесь у этого камня У этого шара Который уже на месте То есть, вам не нужно ничего делать Но, как проходится Вот здесь, когда вы забегаете в этот туннель Всё же покажу Вам нужно Не От... Ну, в обычное своё состояние Не переключать То есть, смерть должна быть духом В данном случае Вы забегаете сюда Вот здесь у нас камень и решётка Вы берёте камень Катите его на эту решётку Запускаете Его в трубу Решётка опускается То есть, вы как бы не можете выбраться И даже если вы будете бежать назад Вот, вам просто нужно что сделать Удерживайте Сменить таблички Короче, глюкнула игра 100% Я даже не могу теперь понять Каким образом Я сумел вот туда забраться Будучи в обычном состоянии То есть, ну... Не разделителем духа Как я вообще попал за эту решётку Странно Я просто не помню Как в прошлом видео я туда попал Ладно, друзья Это уже всё неважно Извините за долгое такое вступление Просто, ну... Был, 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 был боль Это была, был ад Это была боль И был ад В прошлом видео Так Когда я не мог там выбраться Естественно Продолжается это приключение В кузнецам Я вообще думал, что мы уже как бы прошли DLC Но оно оказалось немного больше Ну, возможно, немного А возможно, и даже Гораздо больше Сейчас мы об этом узнаем Судить пока немного Немного рановато Одно скажу точно Что Больше гораздо Это DLC Чем первое Потому что первое Всего два ролика По 40 минут И то, с учётом Что я такой исследователь Люблю за каждую тут Колонну В каждый угол Заглянуть И... Соответственно Оно вообще Можно там за час Пробежать Так Наверное По стене Дальше Это куда? Там Там Тарарам Блин Там у нас Впереди Ящик Давайте его заберём Я тут немного уже Поиграл в BlackBorn Ага Нам нужен ещё один камень Таким образом Мы сможем попасть К этому очередному Назвал я его Ящик Сундуку Я уже успел Немного Даже в BlackBorn Поиграть Тут разница такая От записи видео Вот Я получается Прошлое записал Там можно дату Посмотреть Да Новая подборка В PlayStation Plus Пока что не могу понять Что он нам делает Но вот эта вот труба Скорее всего Сюда нам нужно Как-то камень Прикатить Получается Вот прошлое видео Да Записанное DarkSiders BloodBorn А это BloodBorn По PlayStation Plus Подписки И вот Сейчас я опять Пишу Уже там Там огромный промежуток Времени То есть 6 январь А я вам даже сейчас скажу Это мартовская подборка 6 марта BloodBorn стал доступен Не знаю когда то было А записываю видео Блин 14 или 15 Короче ужас Неделя считайте прошла Если не больше Если не 2 недели Поэтому я немного Опять подзабыл Чего тут у нас К чему Уже даже немного путаю Управление с BloodBorn Потому что пару стримов По BloodBorn Было на Twitch Вы кстати друзья Подписывайтесь обязательно На Twitch А вот она камень Только как попасть наверх Вопрос Ну в общем там побегал Я достаточно Ну так не то чтобы плотно Но несколько часов Однозначно провел Я в BloodBorn И немножко управление Другое Естественно Естественно я там Точнее я здесь Теперь Теперь уже путаюсь Вот такая вот история Я там путался Нажимаю там R1 В BloodBorn Ну чтобы уклоняться А это здесь уклонение А там там Кружок уклонения Короче вот такая вот история Теперь я клацаю здесь Ага вот я вижу Какой-то маршрут Но все же какая крутая Дарксайдерс Я сколько в видео Уже сколько часов Я в ней набегал 50 И Ни секунды Не разочарован Все мне очень нравится Молодцы Жду с удовольствием Третью часть Надеюсь Вы ждете Друзья Надеюсь Вы ждете Тоже Если это так Ставьте пальцы Вверх И Будем следить Когда она уже там Появится Не могу реально Найти Выход Ну точнее Не то что выход А вот Как туда попасть Проход Правильный маршрут Как ни назови Пока что Не получается У меня туда Продвинуться А что вообще У меня тут есть Ну вот это вот Супер Смертельная Охватка Буряжница Это прием И разделитель духа Тут как дух Не дели Блин Давайте назад Вернемся Чтобы Я еще это Прозевал Как дух Не дели Но Наверх Не попасть Слушайте Казалось Уже С этим шаром Разобрались Уже Он себе Спокойно Лежит Уже Дверь Следующая Открыта Беги Беги Вперед Проходи В общем А тут Снова Я Залип Так По трубам Он Не бегает Открыт Вот Вот как работает Эта схема Решетка Открыта Это Раз Ашар Подождите А и с другой стороны Упаньки Тут можно схватиться Блин Прах Укажи мне путь Я за тебя Совсем забыл Укажи мне путь Дорогой Куда Понятно Он говорит мне Андрюха На выход Беги Зачем же Я реально Не до умения Как обычно Не вижу Какую то деталь Так Половим Мы же не бегаем Да Да Половим Мы не бегаем Мы же получили Там просто Суперспособность Которая нам Позволяет По какому-то Болоту Бегать Вот Полови Она к сожалению Бегает А друзья Вот и все Вот нашел Наконец-то Сорян Сорян За то Что долго Так Так Стеночки Прыжочек Паркурчик Великолепен И так Мы Ну и слушайте Там В другую сторону Бежать Немного Я ошибся В своем Предположении Маршрута Наоборот Вот с этой балки Так Спокойно Вот с этой балки Бежать придется Вот пожалуйста А потом по ней Еще и назад Или Или сразу Ну тут Две стороны Ладно А Давайте Нет Давайте Сначала Налево Я понял Смысл Слева у нас там Я вроде как Просек Рычаг Сейчас Сейчас Мы его Потя Эй Эй Не надо Вверх Надо налево Та ну Камон Остановись Налево Давай Так вот Вот так Бежим Вот этот Вот рычаг Он скорее всего Откроет Нам Доступ К Сундуку А нет Друзья Тут гораздо Все прозаичный Воу Воу Он просто Поворачивает мост Ну Тут уже Становится Понятно Что еще И разделитель Духа Нам придется Использовать Без него В наше время Никак Один у нас Значит Будет мост Держать Товарищ А другой А другой Сейчас Наверх Ловко Вскарабкается Затем Ну Работаем По старой схеме Хватит ли Нет Не хватит Тогда Мы Сделаем Сделаем Немного По другому Ну То есть Действительно По старой схеме Тогда У нас Старая схема Немного Измененная Была Так Окей Наверх Прыгаем Латаемся Короче Кувырок Ну вы поняли Ладно Не буду я это Озвучивать Сорян Когда ты Когда ты Когда ты например Столкнулся С таким Моментом Вот ты не можешь Что-то пройти Объясни Да Почему ты там Тыкаешься в стены Как бы То есть Это нормально Вот А все остальное Время Нужно молчать Происходят Там Красивые Действия Не знаю Как-то Получается Если ты не говоришь Вот так Ну что Тут Тонут Что Ну если ты не говоришь Что как-то Получается Тогда уже Вроде как Нужно писать Без озвучки А Без озвучки Ну когда ты мало Как бы говоришь Что думая Потом Я пересматриваю Видео записанное Думаю Ну мало Говорил Да Можно было Как бы Вообще То есть Без озвучки Как-то скучно То есть Вроде бы Есть комментарии Блин А тут же Пропала Эта фишка Не все Так просто Как мне показалось Так вот Вроде бы Как Тогда можно было Писать Без комментов То есть Они по сути Уже не нужны А без комментов Когда ты записываешь Частенько Ютуб любит Там Копи-райти Какой-то Прислать Что мол Вот вы тут Используете Чужой контент Еще Любят Тоже там На некоторых Каналах Я не знаю Видимо люди Подключены На какие-то Партнерки Эти партнерки Отслеживают Похожие видео Ну то есть Не сами партнерки А ребята Которые там Работают Не знаю Короче Это махинаторы И Они Типа Бывают Могут тебе Прислать Вот вы Используете Контент Приходится Им отписывать Ждать пока Теат Реагирует Приходится Отписывать Что мол Это твой Контент Что это Именно Ты В общем Записывал И говорила Чтобы это Доказать Ну да Как Доказать Это легче Когда В записи Присутствует Естественно Твой голос А еще Лучше Когда Лицо То есть Там Вообще Чуть ли Это Не Тобой Сознанный Полностью Контент То есть Игра То есть Игра Я вообще На самом деле Считаю На самом деле Считаю Что если Ты приобрел Игру Ты вправе Делать Уже Все Что Хочешь Да Ладно Там Ну то есть Полностью То есть Вот И музыка И все Полигончики Все Что Ты Все Это Твое Записал Это Но знаете Как Раньше На кассету Записал Там Дал Да Кто Тебе Скажет Кто Тебе Предъявит Да Типа Мол Как Только Начали Рубить Бабло На Ютубе За счет Того Что Мы Записываем Я не знаю Где поставить У нас Разделитель Духа Но скорее Всего Поближе К этой Балке По которой Мы будем Карабкаться Или нет Знаете Посредине Комнаты Вот Наверное Вот здесь Получается Сразу Сразу Началось Начался Этот Беспредел Люди Многие Которые Писали Давно Видео Я поздно Начал Как то Я Не допонял Сначала С тему Ютуба Если бы Я в свое Время Не Гулял И учился Да То А делал бы А правильно Бы просто Это просто Гулял И пил Во время Учебы Все было А правильно Бы занялся Ютубом То Суду А может Быть И нет Может быть Не Как и Многим Ребятам Бы Попрессовали Позакрывали Каналы Потому что Многие Посоздали Пришлось По многим Людям Посоздавать По новому Канал Потому что Попрессылали Там В какой-то Определенный Момент Когда с музыкой Начался Какой-то Геморрой Просто Все там Вберещали Ютуб Не разбирался Закрывали Там Налево И направо Но они Просто Себя Спасали По сути На многих На многих Регах Просто Забили Так И чего Я добился Мне Туда Надо По стенке Наверное Надо И второго Засылать Вдвоем Они На балке Там Поместятся Вообще Тут Вспомню Как они Интересно Разменутся Сейчас На балке Я вспомнил Вот как раз В этот момент Принц Персии Помните Рисованный Был Принц Опа 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 Слушайте Я реально Запутался Когда Ну Отрисованный Принц Персии Первый Перезапуск Был Который Выходил На новое Поколение Консоли На прошлое То есть Вот на Плейстейшн Xbox 360 Ну и на ПК Он По моему Был Тут Могу Немного Ошибаться Помню На консоли 100% Потому что Я На обоих Консолях Вскрыл Его На 100% Ага Да Все стало Короче Ясно И понятно Мы просто Его Вот там Оставляем А вторым Залазим Ну Тем же Маршрутом Только На балку Повиснем И будет все Окей Так вот В Принцов Персия Врисованном Он 2008 По моему Годом Вот Там было Очень круто Сделано Как они С этой Девчонкой Взаимодействовали Вообще Я считаю Игра Игра Очень крутая Этот Принц Персии Многие его Не допоняли Но сюжет Друзья Если не играли Поиграйте Обязательно Просто Чувство Эмоции Это реально Сказка Я Ну Это Это классно Принц Персии Да Там его ругали За то что Практически Нет Противников Мол То есть Какой-то он Пустой Сухой Там Туда-сюда Но это все На самом деле Это неправда Принц Персии 2008 года По моему 2008 Вот Ну рисован Вот он рисован Там вертек шейдер Используется Я его называю Рисован Так как Знаете Классная анимация Вот Он реально Шикарен Так Я же могу Смех Ну да Мы же Достали Теперь нам Нужно Попасть На другую Сторону И потянуть Вот тот Рычаг Мы в общем Не отключаем Пока что Разделитель Духа Так вот Этот Принц Персии Очень классный Сюжет Обязательно Поиграйте Серьезно Да Его ругали Потом вышли Потом Юбисофт Услышала Что Народ Недоволен Ну верные фанаты Серии Недовольные То есть В общем Большое количество Я уверен просто Что там В этот момент Кричали И новоиспеченные Игроки А не те Кто играл Знаете На пластей Ну не Не те Кто с самого начала Играл в Принцов Персия Мне Принцов Персия Очень многие Части Мне практически все И Принцов Персия 3D И тот который На Денге Выходил И на Геймбой И на Сегу Играл Принцов Персия На Денге Был вообще Один из Одна из моих Любимых игр Это Один из первых Катриджей Я помню Как я его покупал Зимой В мороз Домой пришел Батя говорит Играть нельзя Пусть Ну то есть Не торопись Катридж должен Нагреться Он должен принять Комнатную температуру А то вставишь Там конденсат Короче Короткое замыкание Дрова твоей приставки Жди Я его там Возле батареи Там отогревал Чтоб с ним Там подальше Там на расстоянии Там 3 сантиметра влево 4 вправо Один назад В общем Чтоб он Ни в коем случае Там с него Не текла вода В общем Ждал ждал Потом как запустил Как обалдел Так вот И Ну Эти Сенс оф тайм И Варьер визин Все эти были Офигенные Принцы И Потом этот рисованный А потом кричали Что он фиговый А потом они выпустили Забытые пески По моему Да Фоготен Сенс И тот им тоже Не понравился Серию Все закрыли Ну вот Когда она Теперь играем В Ассасин Крит Да Ассасин Крит Неплохая игра Но я хочу И Принцов Персия Тоже Какую-нибудь Новую историю Я еще играл В то время Были Фоготен Сенс И на консоли И на комп Я имею ввиду И на ВИ Короче Версия на ВИ Отличалась И версия на ВИ Мне тоже Очень понравилась Я ее прошел Вот Но Взаимодействие Короче Было офигенно В этом Мне нужно Сделать Прыгнуть вперед И бежать налево Вот Эти вот Видите Еще здесь Есть Вот эти штуки Ну За которую Можно Схватиться А Друзья Ну да За них и нужно Хвататься Не по балке Бежать По балке Бежать Это типа Мы назад Возвращаемся Я понял Короче Работает И так И так Теперь Мы знаем Надеюсь Forgotten Sense Мне кстати Тоже очень понравился А Знаете что Хотел сказать Принцов Персия 2008 года Пройден Был на 360 Тысяча очков Сприта И на PlayStation 3 Платин У меня есть профиль Есть доказательства Если что Броскей У меня профиль От третьей сонки Там Ну точнее Ник На третьей сонки Там будет 60 платин И в том числе И Forgotten Sense Ой Не Forgotten Sense А Ну в общем Принцов Персия Он просто называется Принцов Персия Без 2008 Но 2008 год Был И Forgotten Sense Мне очень понравился Просто вот я считаю Что она Ну прям Огонь Так Ключ скелета Друзья Наконец-то Я добрался До этого ящика Много говорил Мало бежал Поэтому времени Достаточно много Мы потратили Ну сейчас Ну сейчас Мы наверстаем Так 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 Вернуться В более обычное состояние И убегаем Уфу Короче Принцов Персия Принц Ладно Че я На английском Пошел Сказать Название Там Очень трудно Произносится Что это Принц Оф Парус А Парус Короче Вы поняли В общем Я и гугл Подскажет Если нужна Правильная Интогнация Правильное Произношение Там Правильная Трат И транскрипция Все там есть Открыто Открыто Дверь Что нас Ждет Здесь Давайте Смотреть Сейчас Секунду Я тут решил Посмотреть Включен Для микрофон Потому что Бывает Такое Когда Ты 20 минут Разговариваешь Сам с собой А потом Немного Немного Ты расстроен Ну что Тут у нас Гляньте Гляньте Сколько Товарищ Так Как Как вызывать Эти Корифанов Блин Я забыл Ну представляете Я забыл Нужно Вниз И Кружок Нет Влево Аптека Зря Использовал Да Етить Колотить Все Все Войди Наконец-то Ребята В бой А у меня Заморозка На косах Офигенно Знаете Вот Рассказывал Про Принц Персии И Прямо У меня Есть Такое Часть Желания Огромное Поиграть Войди Обязательно Это Получается Часть На любом Компьютере Вставляете Диск В Привод Играет Это Фантастика Я считаю Сколько раз Хочешь Только Использую А потом Началось На одном Компьютере Дом Вроде Как И диск У тебя Есть А поиграть Больше Нигде Не можешь Это Бред Это Разволь Это Кидал Лава Так Этих Пока Колотить Нельзя И Третья Часть Называлась Не могу Вспомнить Представлять Напишите В комментариях Кто Знает Четвертая Назвалась По Ботам Сенс Вот Эти Связь Там Четвертая Часть Этих Забытых Усках Он Приехал К Своему Брату К Малику Ну пусть История Там Не супер Прям Знаете Когда Там Сюжет Это Не Криминальное Чтиво Но Играется В общем Отлично Сюжет Крутой Был Принцент Персия 2008 Восьмого Года Вот Там Он Был Очень Класс У Меня Просто Описывая Реальность Ченниж Когда Я Прошел Там Еще Выходил Доп Но Я К сожалению Так И Не Поиграл Я У Меня Почему Не Знаю Почему Версия Версия Плейстей Три Был Когда В общем Бокса У меня Уже Когда Не Был Только Третий Плейстейшн Был Лицинжерный Диск Естественно На него И Можно Было Плейстейшн Стор Пупить Этот Доп Я Пытался Это Сделать Но Было Написано Недоступно Почему Недоступно Просто Как Был Плейстейшн Стор А Диск Был Не Пятого Региона То есть Он Был Хрен знает Какого Уже Не Скажу Ну Смысл В том Что Я Грешил На Это Почему Не Забыло Приобрести Либо Либо Этот Доп Был Доступен Только В Каком То Что Лик Коллекцион Издание Получено Очко Умений Друзья Уран Это Все Я Вообще Как То Рассчитывал Блин Как Как Красиво Просто Этот Эта Рисовка Вот Мне Нравится Серьезно Посмотрите Вроде Ничего Но Я Уже Повторяю Миллионный Раз Вроде Б Ничего Выдающегося Такого Сверх Знаете То Есть Прям Ну Картинка Не Супер Графонисто Но Прорисовано Все Художники Умницы А Ребята Которые Реализовывали Это Средственно Программисты Ну Там Огромное Колесо Людей И Программисты В том Числе Они Молодцы Тоже Сделали Арт 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 Оживают В Этой Друзья Давайте Пардон Посмотрим На Карту Что Мы Имеем Первый Этаж Второй Этаж И Третий Этаж На Третьем Этаже Пис Словак Из Какой-то Песни Что-то Там На Третьем Этаже Соседи Фаберже Пятница Ну Только На Девятом Этаже Так Вот Этот Сундук Как я Его Пропустил Где Я Блин Его Ну Представляете Хотел Сказать Ну Все Я Знаете Немного Озадачен То Я Думал Пробежав Через Эту Дверь Мы Не Просто Получим Очко Мы Попадем В Новую Локацию А Из Там Там С Боссом С Каким Нибудь Там Нам Сразиться Предстоит Или Что-то Ну В этом Духе Давайте Ладно Очко Умений Распределим Раз Уже Такое Дело Спокойно Не Сюда И Кстати Уже Два Очка Умений Так Что Вообще Сказка Значит Удары Наносит 61 Единицу Ледом Это Следующий Уровень Для Ледяные Вороны Или Вестник Смерти Удары Приносят 5 Единиц Энергии Жнеца Короче Это Очень Здорово Я Рассказывал Что мы Тут Прокачаем Все Что Только Можно Кстати И Бурю Жнеца В том Числе А вот Это Подождите Смерть Направляет Свой Запас Ярости А Можно Да Можно Нормально Направляет Свой Запас Ярости Против Врагов Бешенство Тем Сильнее Чем Больше У него Ярость Короче Блин Короче Блин Качаем Так Что Мы Качаем Сбор Урожая Вероятность Критического Удара Врагам Пораженным Жатвой Увеличивается Вероятность Критического Удара Жатвой Влисит На 15% Жатва Ешь Не пользуюсь Стоп Стоп Не сюда Ну да Вот Она Выставлена Нет Давайте Качаем Ворон Как я Говорил Что Будем Их Прокачивать Дайте Так Вот Это Вестники Смерти Удары Приносят Там 5 Единиц По Могу Да И Удары Наносишь 61 Единицу Льдом Тоже Вот так Я бы конечно Еще качнул Вот это Но это уже Наверное Будет В следующем В третьем DLC Как она там Буря Буря Жнеца Потому что Сейчас Вроде бы Она в конце Вот находится Что Буря Жнеца Да Что Бешенство Бешенство Мне по описанию Не нравится Не нравится Ну В общем Буря Жнеца Наход Сам Внизу Я думал Ты Добрался Там Открыл У тебя Это Супер Там Какая Способность Умение А получилось На самом Деле Не так Может Быть Если Ее Прокачать На Максимум Тогда Она Будет Фантастично Что У нас Там Еще Ох Тут Как Обычно Все Забито У меня Под Завязку Так Короче Все Опять Барахло Ну Стандартная Схема Тяжело Тут Выбрать Все Только Это Оружие Ой Ну Да Оружие Скармливать Талисманы Придется Мне Кажется DLC Полностью Пройдено 2 И Наверное Мне Остается Только Написать На Этом Видео Что Это Финал Второго DLC Вот Дайте Чтоб Не Допустить Ошибку Вы Кстати Ребят Напишите Может Я Чего То Не Понял Там Я Ну Первый Раз Прохожу А DLC Я Вообще То 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 Не Играл Дарксайдер Еще В Основную Как-то Компанию Я Поиграл То Допы Для Меня Прям Новый Так Комната С Крестом Там Третий Этаж Еще Раз Карту Это Я Долго Вспоминал Что Ни Что Ни Тачпадом У Нас Карта Открывается И Здесь Получается Третий Этаж Находится Над Головой Ну Как не нравилась мне карта Я говорил что она чудная В Дарксайдер Так я При своем мнении Остаюсь Вот Смотрите Сундук Должен быть Здесь Как интересно Шар тут Прокатился И чего я Получил Ну На самом деле Ничего особенного Но Главное Что Сундук Собран Ну Так Если вы Там Будете Проходить Вам Захочется Собрать Все Сундуки Вот Я Вам Подсказочку Такую Записал Давайте Знаете Что Еще Сделаем Вернемся К этому Кузнецу Кузнец Что Это Можно Было Смотрите Как Сделано Мы Прошли Получается Доп И Вот Сюда Мы Могли Забежать Только После Того Как Мы Получили Способность Бегать По Вот Этой Лаве Или Болото Я Уже Не Помню Что Оно Такое Вот То Есть Мне Кажется Что Разработчики Немного Неправильно Сделали Лучше Бы Туда Я Смог Сразу Как Б Пробежать Собрать Это Дополнительное Очко Умений А Потом Уже Страшное Топ А Потом Уже Ну Бежать Проходить Основную Как Бы Историю Этого Дополнения Что Ли Так В общем В любом Случа Напишите Пожалуйста Может Я Где-то Ошибся Мне Очень Интересно Будет Подискутировать На эту Тему Если Я Неправильно Что-то Записал Если Я Что-то Упустил Я Обязательно Допишу Непременно Потому Что К этой Игре С удовольствием Управление Определенные Моменты Когда Долго Не Раш Когда Я Граш Много Игр Такое Часто Случается Зачем Я Об Этому Рассказываю Не Знаю Как То Кстати Раньше Немного Вот Был Помоложе Как Так На Это Особо Внимание Ну То Такого Не Был Прям Оно Как То Проявлялось Но Не Критично А Сейчас Прям Старею Андрюха Итак Безумный Кузнец Вот О ком Я Говорил Кузнец Он Или Нет Он Кузнец Да Еще И Безумный С ним Поговорить Мы Не Можем Мы Можем С Ним Только Поторговать Друзья По всей Видимости Пройден DLC Заработана Дополнительная Тачка Умений Оттаетить Колотить Странно Это Кстати Фраза Сказанная Где Я Только Что Был Вот Кузнец Я Даже Не Вижу Где Я Сейчас Нахожусь А Вот А Вот Ну Отсюда Я Прибежал А Ну Вот 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 Все Верно Вот Этот Чик Чирик Тудым Сюдым И Вот Тут Я Нахожусь С Безумным Кузнецом Сюда Мы Тоже Бегали Сюда Я Тоже Заходил Там По стенкам Пробежал Тут Ловушки Всякие Обходные Пути Второй Таж Давайте Все Просмотрим По Могу Я Сдел Все То 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 Как то Как то Я не вижу Больше Никаких Тут Вариантов Где Можно Что Исследовать Ну И для Допа Неплохо Было Очень Интересно Но Не хватает Знаете Как Вот Он Должен Закончиться То Есть Тебе Четко Хотя Мне Кажется Он Сказал Что Мы Все Сделали Мы Победили Босса Там Его Безумное Создание И Как Был Должен Но Хотелось Бы Знаете Как Почетливей То 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 Прошел Допустим Тебе написали Зиент Очень Круто Кто Работал Над Допом Ты Такой Весь Там Послушал Финальную Композицию Потом Захотел Там Его Последовать И Запустил После Титров А Так Получается Типа Вроде Бы Игра Не С Ну что ж Будем Заканчивать Огромное Спасибо Всем За Просмотры Ставьте Лайки Если Понравилось Для вас Как всегда Играл М3 Броски Ну и Продолжим Самое Ближайшее Время У нас Еще Есть Третье DLC И много Много Других Замечательных Игр Всем Пока Продолжение следует